об этом никогда не стоит говорить иначе можете привлечь неприятности проблемы и всевозможные беды в свою жизнь обязательно держите это в секрете и никогда не говорите об этом знаете порой люди и сами того не понимая и не задумываясь о последствиях своими мыслями поступками действиями разговорами притягивают негативные события эмоции и определенные энергии в свою жизнь обладая привычкой как когда у вас еще ничего не произошло а вы уже спешите поделиться с окружающими своими планами или намерениями вы сами лишаете себя этой возможности так как не можете быть уверены в искренности всех тех кто вас окружает а порой это люди на которых никогда и подумать нельзя было не в этот момент испытав недовольствие тем что у вас все получается хорошо что вы собираетесь достичь успеха в своих делах вы таким образом перекрываете своим посылом поступления нужных для вас энергии в тот момент когда казалось бы все должно идти как вы наметили все переворачивается и у вас ничего не получается и не выходит а вот если человек который не чистосердечен в этот момент еще и зависть испытывает то такой сильный посыл негатива притянет вашу жизнь разрушительный негатив который не только изменит все то к чему вы стремились и чего пытались достичь на протяжении некоторого периода времени но и наполнит вашу жизнь различными проблемами неприятностями вместо того чтобы продолжать идти к поставленным целям вам придется тратить время и энергию на то чтобы избавиться от событий которые начинают наполнять вашу жизнь в самые неподходящие моменты поэтому не стоит обсуждать свои планы даже с близкими людьми что потом не думать и не жалеть что все повернулось не так как вам хотелось когда вы добьетесь вы реализуете осуществите все и так вашем окружении увидят а раскидываться словами наперед все-таки не стоит такие ваши действия ко всему могут быть и неправильно еще восприняты другим человеком который посчитает что вы хвастаетесь перед ним и также в этот период отправит вам посыл определенного негатива который и притянет мелкие неприятности живите по простому правилу чем меньше все все то что вас окружают и знают о вас тем лучше и счастливее будет складываться ваша жизнь обратите внимание что успешные богатые люди не ведут разговоры они обычно молча идут к своим поставленным целям а тем кто много говорят в результате кроме разговоров больше никуда не продвигаются и ничего не имеют в своей жизни не стоит распространяться и о своих успехах и достижениях не все в этот момент порадуются за вас многие пожелают чтобы вы потеряли например то что обрели а если у данного человека будет биополе сильнее вашего так обязательно и произойдет вы имеете хорошую работу это отлично работайте получаете удовольствие позволяйте себе все что у вас получается и не стоит об этом никому рассказывать это ваше личное дело никого кроме вас не должно волновать многие люди и так имея нечистые помыслы стараются вмешиваться в жизнь других людей раздавая к сожалению ненужные советы настраивая на тот или иной неважный для человека лад но не все что хорошо для но не все что хорошо для кого-то должно быть хорошо для вас часто со стороны как говорят виднее но это на самом деле не так а часто завиднее если вы имеете крепкую семью научитесь это этой поистине вот именно все что у вас в ней происходит держать внутри завидуя вам могут давать определенные советы которые будут усугублять наоборот ваши возникшие проблемы с которыми вы могли справиться внутри за очень короткий промежуток времени а ваша семья это ваша территория и на нее нельзя позволять входить никому если нарушить это правило также потеряете то что у вас есть дом это ваша крепость и что происходит за вашими стенами должно касаться только вас и вашей второй половинки не стоит рассказывать и о деньгах которые у вас есть не стоит вести разговоры о зарплате о своих доходах не у всех людей с деньгами всегда все хорошо а денежная энергия очень чувствительно если вам позавидуют в этот момент или например захотят оказаться на вашем месте то таким образом смогут переманить денежную энергию к себе не рискуйте также если у вас на каком-то этапе денежные проблемы не стоит об этом постоянно говорить жалеться начните действовать поменяйте мышление и это все очень быстро уйдет мы должны думать о том что это временно что очень скоро все наладится неприятности уйдут а деньги в ног вновь придут вашу жизнь и вы увидите что так и будет денежные проблемы быстро уйдут из вашей жизни и обязательно все наладится если конечно вы будете постоянно повторять что все плохо что у вас денег нет то помните что таким посылом на протяжении каждого дня вы еще и больше можете усугубить имеющиеся проблемы и это в результате приведет вас безденежью не забывайте что мысли материальные что с их помощью вы можете сделать свою жизнь как лучше и притянуть в нее все что вы пожелаете либо же принести себе вред притянув потоки негатива не стоит говорить и о болезнях которых у вас нет притворяться больным для того чтобы отпроситься с работы или получить какую-то выгоду от ситуации потому что таким действием вы снова таки запускаете посыл это состояние которую вы придумали себе и вы должны понимать что именно вот это эту ситуацию вы притянете в свою жизнь либо болезнь о которой вы говорите очень скоро появится в вашей жизни даже если у вас есть какая-то болячка не дух на данном этапе и вы хотите с кем-то поделиться возникшей ситуацией не стоит об этом говорить на протяжении долгого периода времени вы должны при рассказе сказать что на данном этапе времени у вас есть некоторые проблемы со здоровьем в виде и назовите их но очень скоро это все пройдет правильно преподнесите свою мысль отправляя в этот момент нужный для вас посыл который в скором будущем изменит то что вам не нравится не стоит рассказывать и о любовных отношениях друзья и подруги очень любят обсуждать такие темы но эта тема должна быть под запретом во время отношений биополя людей смешиваются воедино чем начинает дополнять друг друга а когда вы рассказываете о том что у вас происходит близко выпад пускаете еще человека со стороны которые возможно не желая также смешивает свое биополе с вашим из-за чего у вас могут начинать возникать недопонимание в отношениях ссоры и происходить разлад а если такой человек еще и завидует вам то он вовсе за короткий промежуток времени а разрушит ваши отношения поэтому все что происходит в паре не должно касаться больше никого если у вас на протяжении некоторого периода времени не складываются отношения посмотрите не допускаете ли вы сами какую-то ошибку и очень важно чтобы поменьше рассказывали о своих доходах сколько вы зарабатываете где вы работаете чем вы занимаетесь потому что для кого-то то сколько вы зарабатываете может считаться достаточно большими деньгами хотя вы считаете что возможно вы не так не такая у вас и достаточно высокооплачиваемая работа и таким образом вы просто можете сглазить себя сами похваставшись или просто сказав вот эту информацию поэтому все то что касается особенно денег ваших доходов каких-то подработок не спешите рассказывать даже своим родственникам с кем вы не проживаете и с кем у вас нету общего бюджета потому что многие люди стараются поделиться своей радостью рассказать что не все получается а потом в какой-то момент оказывается что у человека появляются из воздуха проблемы то есть в этот момент не должно проблем быть но они все равно откуда-то взялись а это наш с вами язык это говорит о том что вам нужно быть все таки быть очень внимательными быть осторожными и стараться как можно меньше делиться своей информацией о том что у вас есть жизни конечно вы можете рассказать вы можете поделиться той информацией которая уже состоялась например вы уже слетали в путешествие или вы уже например купили себе какую какую-то дорогую бытовую технику это уже состоявшиеся действия но а когда вас спрашивает а как вы планируете дальше делать ремонт хватит ли у вас денег это не должно никого касаться потому что люди чужие почему-то очень любят считать чужие деньги они свои друзья помните об этом мы надеемся друзья что наши советы и наша информация была для вас полезна мы все благодарим наших слушателей под подписчиков за супер спасибо очень приятно получать это и наша команда знаете даже так вот на типа приобрела для себя какие-то новые крылья а кто кому это интересно друзья под видео вы увидите новая функция на ю тубе называется супер спасибо это такое возможно посмотрите внимательно под видео сердечко написано супер спасибо мы вас благодарим за поддержку с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии также друзья прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ друзья услышимся уже с вами в следующем видео